МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый работодатель, у которого есть наемные сотрудники, обязан обеспечить наличие на рабочем месте медицинской аптечки для оказания работникам первой медицинской помощи. Какие требования предъявляются к этим аптечкам? Кто приобретает, отвечает за содержание и хранит аптечку? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. Ну и давайте начнем с самого начала. А все ли организации обязаны иметь у себя аптечку для оказания помощи работнику? Или это зависит все-таки от сферы деятельности? Аптечки должны быть в обязательном порядке. Если мы говорим о крупных промышленных предприятиях или организациях, которые у нас занимаются, в том числе образовательной деятельностью, то там должны быть аптечками не ограничиваться, но в том числе и специальные медицинские кабинеты, в которых должны еще работать медицинские работники. Ну а так аптечка должна быть в обязательном порядке в каждой организации однозначно. То есть независимо это малый бизнес, средний, крупный, по большому счету. То есть даже вот если у тебя есть наемные сотрудники, обязаны иметь? Ну дело в том, что несчастные случаи, они же не делают градацию на чем занимается организация. Если есть потенциальная возможность, что с работником произойдет несчастный случай, значит работодатель должен в обязательном порядке оказать ему приемы первой помощи. Но оказывать их без аптечки довольно-таки проблематично, затруднительно. Тем более, что у нас и в Трудовом кодексе, 214 статья Трудового кодекса, которая называется «Обязанности работодателя», четко об этом говорится, что среди обязанностей работодателя как раз есть обеспечение работников аптечками оказания первой помощи. Ну вот, а что должно быть в аптечке? Потому что, например, каждый водитель тоже обязан возить с собой аптечку, например. Вот та аптечка, которая в автомобиле, она подходит или нет? Что должно быть? И да, и нет. Дело в том, что состав данных аптечек у нас различается. Существует два отдельных нормативных документа, приказа Минздрава, которые у нас один, приказ 1331, говорит нам о том, какие медицинские изделия должны быть в составе обычной, нашей, ну, грубо говоря, офисной аптечки по оказанию первой помощи. И есть приказ 1080, в котором говорится, что должно содержаться у нас в аптечке именно автомобильной, которую мы возим с собой в автотранспортном средстве. Дело в том, что состав этих аптечек очень и очень похож между собой. Отличия там самые минимальные. Ну, следует отметить, что в настоящий момент ни в одной, ни во второй аптечке мы с вами не найдем никаких медицинских препаратов. Ни таблеток, ни микстурок никаких. Все, что у нас есть, это в основной своей массе большое количество перевязочного материала, бинты, лекопластыри. Есть также средства индивидуальной защиты. И в новом составе аптечек, а данный состав был у нас с вами введен в действие в 2021 году, теперь у нас большое внимание как раз средствами защиты именно того человека, который будет оказывать первую помощь, уделяется. Ну, в частности, теперь у нас стало больше перчаток медицинских для того, чтобы производить различные манипуляции с работником. Добавилось большое количество медицинских масок. Ну, в ковидные времена нас приучили к тому, что маски у нас должны быть, должно быть их в достаточном количестве. Также в обязательном порядке состава данной аптечки у нас с вами входит жгут медицинский. Причем видов жгута у нас довольно большое количество. И законодатель нам дает, что называется, возможность самостоятельно определять, какой жгут у нас будет в нашей аптечке. Видов жгута, как я уже говорил, довольно много. То же самое, в принципе, касается у нас и привязочного материала. В частности, есть обычные классические бинты. Можно применять те же самые эластичные бинтами, дополнять наш состав аптечек. Можно применять ангизивные бинты, которые у нас в последнее время приобрели популярность в том числе. Также в составе аптечек мы с вами найдем покрывало-спасатель изотермическое, термическое, которое может использоваться у нас и в качестве носилок. Вот это вот тонкий кусочек фольги, метр шидесят на два двадцать, которое всегда, вот когда мы проводим занятия по первой помощи, очень сильно люди удивляются, как на этой фольге можно использовать в качестве носилок. А они, между прочим, выдерживают до двухсот килограммов веса. То есть, поэтому они тоже в состав входят. Ну и, конечно, устройство для того, чтобы делать искусственное дыхание. И, что важно, в настоящий момент в новом составе аптечек по оказанию первой помощи у нас наконец-то вложили инструкцию, как, собственно говоря, пользоваться этой аптечкой и самые простые, базовые, элементарные приемы по оказанию первой помощи, чтобы люди, которые столкнулись с каким-то несчастным случаем, с травмированным работником, могли наглядно вспомнить, что же им делать и как с этой аптечкой поступать. Ну, по поводу инструкции, наверное, люди, которые работают, они должны быть все-таки обучены. То есть, это отдельная такая история. Насколько я помню, существуют правила, которые обязывают работодателя обучать сотрудников приемам оказания первой медицинской помощи. В обязательном порядке все работники у нас должны обладать знаниями с точки зрения оказания именно первой помощи страдавшим. Больше того, как раз вот все вот эти знания как раз у нас и будут вращаться вокруг этой самой аптечки по оказанию первой помощи. Нас учат в процессе обучения по первой помощи, как раз и учат, как без применения таблеток, микстур каких-то, которые, в принципе, мы с вами не можем самостоятельно давать человеку без назначения врача-специалиста. Вот то, что у нас есть от этой аптечки, именно с помощью этого нас как раз и учат, как оказывать первую помощь. Ну да, то есть, грубо говоря, как человек спасти до того момента, пока он не попадет в больницу. Совершенно верно. Самый красноречивый пример того, что именно, каков объем наших действий при оказании первой помощи содержится у нас в знаменитом советском фильме «Форма любви». Это когда герой Броневого, который играет в врачаеве, помните, он приходит Борчука осматривать, и когда его тетушка спрашивает, он ей отвечает, что сердце стучит, легкие дышат, а голова предмет темный исследование не подлежит. То есть, наша задача как раз при оказании первой помощи, чтобы до приезда медиков у нас у пострадавшего сердечко стучало, легкие дышали, то есть, довести его в живом состоянии до медицинской организации или дождаться приезда медиков. Ну да, дальше они уже с вами разберутся. Вот тут важный момент. Дело в том, что работа бывает разная. И понятно, что, условно говоря, металлургический завод, там, я не знаю, строительная площадка и офис – это, ну, существенно отличающиеся друг от друга организации и места для работы. Вот, соответственно, аптечки тоже должны отличаться, или как-то они могут быть похожи? У нас вот те документы, о которых я уже говорил, приказы Минздрава – это тот базис, на основе которого мы, соответственно, строим свой состав аптечных показаний и первой помощи. Работодателю нужно в обязательном порядке учитывать специфику своей деятельности. Если у нас речь идет о химическом производстве, то тогда мы должны предусмотреть, если, опять-таки, какой-то реагент, какая-то кислота или другой какой-то химический состав попадает на кожу пострадавшего, как мы поступать будем в данном случае, да? Мы думаем, что из курса физики все помнят о том, что худший враг кислоты – это щелочь, худший враг щелочь – это кислота, соответственно, что-то, что будет гасить у нас этот самый эффект, должно быть предусмотрено в аптечке показаний первой помощи. Есть, существует состав, дополнительный состав аптечек именно для отраслевой принадлежности, то есть железная дорога, нефтяное производство, химическая промышленность – там тоже существуют отдельные составы аптечек, которые у нас в Минздрав, в том числе, рекомендует нахождению на рабочих местах своих работников. Ну и здесь еще один интересный вопрос – вот место для хранения аптечки, потому что работа может быть не только в офисе. Вот кто, как, где обеспечивает работников аптечками на рабочем месте? К месту нахождения аптечек у нас действительно предъявляют существенные требования. Первое из этих требований – оно должно быть абсолютно всегда доступно. То есть не то, что аптечка находится у начальника отдела, начальник отдела приходит по четвергам во второй половине дня, значит, соответственно, к ней должен быть доступ в обязательном порядке в абсолютно любой момент времени, как только работнику это потребовалось. Во-вторых, должен быть назначен специальное должностное лицо, которое будет отвечать за хранение, за учет медицинских изделий, которые находятся в аптечке, за своевременное их пополнение, в том числе и утилизацию тех медицинских изделий, которые пришли в негодность. Ну, у нас у всего есть свой срок годности, в том числе и у жгутов, в том числе и у бинтов, в том числе и других медицинских изделий, которые содержатся у нас в аптечке. Рассроченными медицинскими изделиями пользоваться мы с вами не можем, потому что они своими свойствами уже, соответственно, не обладают. Поэтому кто-то должен у нас за это дело отвечать. Если мы не назначим конкретное должностное лицо ответственным за эти действия, я вас уверяю, что в 99% случаев эта работа проводиться ни в коей мере не будет. Ну и кроме того, в обязательном порядке места нахождения аптечек должны быть обозначены специальным значком. У нас существует ГОСТ по как раз по визуальным обозначениям, в том числе и знаком безопасности труда. И там у нас предусмотрен специальный значок. Это на зеленом фоне белый крестик. Им как раз у нас обозначается место хранения аптечек. Ну и, конечно, лишним совершенно не будет ознакомить всех работников под подпись с тем, что они знают, где находится аптечка оказания первой помощи. Самым рациональным, как показывает опыт, это в процессе инструктажа. Когда мы проводим инструктаж на рабочем месте или вводный инструктаж по охране труда, принимаемых на работу работников, мы им рассказываем о том, что, дорогие работники, вот если с вами, не дай бог, что-то случилось, аптечка у нас находится там-то и там-то. Пожалуйста, знайте это, ознакомьтесь с этим, распишитесь, что вы знали, где она находится. Вот если, скажем так, говорить о том, чтобы это работало максимально эффективно, то есть не только для того, чтобы это было, потому что требует законодательства, а чтобы это максимально эффективно работало. Вот ваше мнение лично, как человека, который давно работает в этой отрасли, как нужно работать с сотрудниками, что нужно делать для того, чтобы они максимально были и ознакомлены, и готовы, потому что, если, не дай бог, происходит несчастье, вот тут-то все и понимают, что, оказывается, это не просто так. Вот что нужно делать? Вот что дополнительно, кроме того, что вот прописано в инструкциях, лучше сделать? В обязательном порядке не пренебрегать и не формализировать подход к вопросу обучения. Что значит не формализировать? Ну, очень часто у нас, наверняка, многие с этим сталкивались, когда приходит или работодатель, либо специалист по охране труда, или ответственный по охране труда к работнику, говорит, я тебя отвлекать не буду, ты мне распиши быстренько за инструктаж, и уходит. Весь инструктаж длится 10 секунд. Которого не было? Которого фактически не было. Это, что называется, формализованный в нехорошем смысле этого слова подход. Работник, соответственно, знаний никаких не приобретает. Есть народные мудры, что повторение мать учения, не пренебрегайте, пожалуйста, лишний раз своим работникам рассказывать, в том числе и о требованиях безопасности труда, и о приемах, элементарных приемах оказания первой помощи. От наших работников, да и от нас на рабочих местах с вами, никто не ждет каких-то особых медицинских знаний о знании. В свое время у нас международная организация труда и Красный Крест проводили исследование, которое показало довольно удручающие итоги, что очень большой процент людей, погибших на рабочих местах в процессе несчастных случаев, можно было спасти, если бы их коллеги, те, которые люди находятся рядом с ними, вовремя оказали первую помощь. Причем здесь не требовалось чего-то сверхъестественного. Наложение жигута, наложение тугой дающей повязки, чтобы остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Я вас уверяю, что если вы регулярно будете проводить своими работниками занятия по оказанию первой помощи, они с этими мероприятиями справятся и справятся без особых усилий в том числе. И вот учитывая, что процент погибших людей, которым вовремя оказали первую помощь, очень большой, а это все люди, живые люди, которых ждут дома, эта ситуация еще более удручающая выглядит. Поэтому пренебрегать вопросами обучения ни в коем случае не рекомендую. Экономить денежные средства на покупки аптечек по оказанию первой помощи, которые, надо сказать, в любой аптеке продаются, их не надо где-то специально искать, они специально продаются, уже готовые аптечки по оказанию первой помощи. И стоят они очень небольших денег по сравнению с теми денежными средствами, которых у нас работодатели зачастую могут получить штрафные санкции за отсутствие этих аптечек, или, не дай бог, за компенсацию вреда работнику, получившему травму на производстве. Поэтому на этом я тоже ни в коем случае экономить бы работодателям не советовал. А штрафы существуют, если нет аптечки? В обязательном порядке. Это статья 5.27 Кодекса административных правонарушений. Там за нарушение действий трудового законодательства, у нас приказы Минздрава, в принципе, тоже можем к ним отнести. Там штрафные санкции на юрлицо от 50 до 80 тысяч рублей. Казалось бы, штрафные санкции, ну, по сравнению, у нас с вами с... Мы уже обозначали тему то же самое необеспечения работников, средств на юридической защите, где там сотни тысяч рублей. Казалось бы, не очень большие, но, опять-таки, поинтересуйтесь, сколько стоит одна аптечка, и сколько на то же самое 50 тысяч рублей можно закупить этих самых аптечек. Стоит ли дорогим работодателям так рисковать? Ну, я думаю, что это риск совершенно неоправный. Ну, да, я подозреваю, что аптечка стоит, ну, несколько тысяч рублей, это, наверное, максимум, я так думаю. Да, да, не более того. Это не та история. И здесь ведь важнейший вопрос какой? Вот вы сказали, в случае, если ее не будет, и человек, ну, останется либо инвалидом, либо существенную травму получит, либо, не дай бог, погибнет, и здесь возникает два момента. Момент первый – юридический. Кстати, если вот произошел несчастный случай, а аптечки не было, это будет что? Это будет отягчающее обстоятельство? Однозначно. Отягчающее обстоятельство будет однозначно. Все это будет рассматриваться как вина работодателя. То есть это, в принципе, уголовная статья? В том числе и в зависимости от исхода этого самого несчастного случая. Пойт до уголовной ответственности. То есть, соответственно, это реальный срок лишения свободы? Реальный срок лишения свободы, 143 статья Уголовного кодекса, ее никто не отменял, у нас, к сожалению, бывают случаи, когда и представители работодателей, и сами работодатели, и должностные лица работодателей несут пойт до уголовной ответственности. Это реальные сроки. Поэтому тоже об этом нужно думать, стоит ли на этом экономить. Ну да, и здесь второй момент, это момент, ну, скажем так, морально-психологический, потому что из-за, ну, скажем так, разгильдяйства, если говоря правильным русским языком некоторых людей, получается, что его сотрудник, который пришел к нему на работу и который в определенном смысле, о котором он должен заботиться, согласно букве закона, он ушел на тот свет. Вот это тоже важный момент. Все сотрудники, это опять, в первую очередь, ценные кадры, очень ценные для народного хозяйства нашей страны. И с учетом этого тоже необходимо встроить эту работу. Ну и, конечно, даже тем самым работодателям нужно задуматься о том, что им самим может потребоваться аптечка по оказанию первой помощи, им самим может потребоваться незамедлительная помощь их же самих работников, если с ними, не дай бог, что-то произойдет на рабочем месте. И даже если кто-то думает о том, что они, допустим, не представители рабочих профессий, да, у них вредных факторов на рабочем месте не так много, но те же самые заболевания, инфаркты, инсульты в том числе, та же самая, подавился человек на рабочем месте асфиксии. Если те, кто находится рядом с ним, не знают, как действовать, если они вовремя не сориентируются, как помочь человеку, это может привести к тяжелым последствиям. Кстати, вот если они знают, как действовать, но тем не менее, здесь есть важный момент, чтобы не было паники, чтобы у него это все было автоматизировано, потому что, ну, как известно, можно там на тренировке показывать чудеса техники, но если на улице на человека напал хулиган, начинается, ну, выделяется адреналин, начинается стресс, и вдруг оказывается, что человек-то ничего и не умеет. Вот если говорить то же самое вот о ситуации с оказанием первой помощи, вот как сделать, чтобы не появился стресс, ступор, там, условно говоря, кровотечение, ну, это страшное зрелище, на самом деле, это страшное зрелище, там, или, например, ты видишь, что у человека, он перестал дышать на твоих глазах, и тебе надо его спасать. И вот здесь, как сделать так, чтобы человек, чтобы он действовал четко, по-военному, дисциплинированно, без паники, без стресса, что для этого нужно? Ну, знаете, у нас не случайно, теперь у нас в программе обучения по оказанию первой помощи Минтрут специально обозначил, что не меньше 50% времени должно уделяться практическим занятиям. То есть не на слайдах или на видео, как вот показать, как именно нужно накладывать жгут, делать искусственное дыхание, а при обучении должен быть обязательно специализированный тренажер, на котором мы все приемы будем отрабатывать. Ну, и, конечно, всегда рекомендую, что занятия эти должны проводиться на регулярной основе, чтобы у работников, которые столкнутся вот с такими ситуациями, кровотечение, отсутствие дыхания или кровообращения, не было ступора, чтобы он не головой работал, а на автоматизме. То есть он еще не совсем осознает, что делает, а руки уже начали действовать. Вот это вот как раз тренировки, они как раз и приводят у нас к автоматизации действий при несчастном случае. Ну да, и при этом, чтобы автоматизация была правильной, чтобы он не сделал хуже. В обязательном порядке, в процессе обучения опытный инструктор, а у нас обучение показаний первой помощи может проводить не любой человек, то есть должен быть специальный либо преподаватель, либо инструктор показаний первой помощи. То есть случайного человека туда допускать ни в коем случае нельзя. Как у нас в свое время был несчастный случай, когда три молодых человека работают на солнцеперке, один из них падает, и двое других добрых молодцы начинают ему делать искусственное дыхание. Не прямой массаж сердца. Ну, не убедившись при этом, что сердце у него остановилось. При этом все закончилось очень грустно и печально. И когда комиссия проследования начала задавать им вопросы, а зачем вы это делали, они говорят, а мы в кино видели. То есть, получается, все знания этих работников заканчиваются просмотром каких-то телевизионных фильмов, из которых, конечно же, научиться, на самом деле, тому, что необходимо делать при оказании первой помощи, ну, едва ли будет возможно. Только практика и только практика под контролем опытного и знающего, что необходимо делать человек. В том случае человек умер? Да, все закончилось, к сожалению, печально. То есть, к сожалению, молодой человек ушел из жизни, да? Вот если возвращаться к вопросу об обстечках, кто приобретает, отвечает за содержание и хранит? Однозначно работодатель. Работодатель должен за счет, соответственно, своей организации, или это индивидуальный предприниматель, значит, за свой счет, соответственно, организовать закупку, хранение, ополнение запасов и утилизацию пришедших в негодность средств индивидуальной защиты. В том числе нужно обратить особое внимание, что если мы один раз воспользовались тем же самым стерильным бинтом в аптечке показаний первой помощи, то после вскрытия он уже у нас стерильным считаться не будет. То, что мы его часть бинта, что называется, отмотали, потом его убрали назад в упаковку, он уже стерильным не будет. У нас в аптечке четкие требования, сколько должно быть стерильных бинтов, сколько должно быть нестерильных бинтов. Соответственно, этот бинт мы уже рассматривать можем только как нестерильный, поэтому запас должен быть пополнен в обязательном порядке. Аналогичная ситуация у нас касается, то есть медицинские изделия должны быть без следов биологических жидкостей, то есть окровавленные те же самые бинты, ножницы в том числе, перчатки в том числе тоже не могут храниться. К сожалению, очень часто мы видим такие ситуации, когда те же самые перчатки медицинские используются по нескольку раз. Или те же самые маски для того, чтобы делать искусственное дыхание, тоже используются по нескольку раз. Они все у нас являются одноразовыми. Больше их использовать ни в коем случае нельзя. То есть мы их использовали, дальше они в обязательном порядке подлежат утилизации, а работодатель должен скупить им на замену новые. То есть постирать, помыть с мылом, в раковине это невозможно, нельзя, это неправильно, категорически неправильно. Да, ну некоторые, знаете, методические пособия до сих пор в интернете можно найти, что для того, чтобы делать искусственное дыхание, можно взять медицинскую маску, обработать ее спиртом, и тогда это вас 100% защищает от того, соответственно, что вы не заразитесь ничем от страдавшего. Нет, это, конечно, немножко увеселит процесс, вдыхание пара футанова, в себя, в пострадавшего. Конечно, это будет немного веселей проходить. Но 100% гарантии дает у нас только использование специализированных средств индивидуальной защиты. Ну и здесь важный момент. Закупать только в медицинских учреждениях можно? То есть должен быть, ну, некий, скажем так, документ, что ты его купил в аптеке или там в медицинском центре? Такого документа именно, что закупать именно в аптеке, такого не требуется. У нас аптечки, в принципе, продаются у нас и даже в больших крупных магазинах, и в организациях, которые поставляют средства индивидуальной защиты, требований такого нет. Но, опять-таки, на все аптечки должен быть сертификат, что она сертифицирована, что эти самые изделия, они у нас сертифицированы, что, ну, грубо говоря, мы их не сами где-нибудь там непонятно из чего сделали, а то, что они соответствуют у нас государственным требованиям. А если купить отдельно, ну, каждый перечисленный в аптечке, скажем так, вот каждое средство и сложить их, ну, в некий ящичек, скажем так, и сверху нарисовать белый крестик и сказать, что это аптечка? Если состав будет четко соответствовать тому составу, который предусмотрен мездоровым, то, пожалуйста, вы в этом не ограничены ни в коей мере. Просто я подозреваю, что если покупать эту поддельность, это, может быть, будет дешевле. Смотря что брать и как брать, опять-таки, многие работодатели, и я знаю, что не устраивает, тот состав аптечек, который содержится. Некоторые очень ответственно подходят к выбору медицинских изделий, которые находятся в составе аптечек. Поэтому вот им нравятся винты определенного производителя, им нравятся жгуты определенного типа. Они говорят, что они показали себя наилучшим образом при оказании первой помощи, и они занимаются этим вопросом самостоятельно. Никакого запрета здесь нет абсолютно. Главное, чтобы состав, как я повторю, соответствовал тому, что предусмотрел у нас мездоров. Ну, кстати, это очень хороший подход, потому что это говорит о том, что на самом деле людям не наплевать. То есть они понимают, что, ну, например, у них производство или предприятие сопряжено с определенными повышенными рисками, они уже, возможно, этим пользовались, и они понимают, что вот это работает лучше, это работает хуже, это практически не работает, хотя, может быть, как-то считается годным. Это достаточно неплохой показатель. Это означает, что руководители компании или, там, собственник компании серьезно относятся к своему делу, и на людей ему не наплевать. Абсолютно согласен с вами, да. Так и есть. Ну что ж, спасибо большое за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что аптечки будут лежать у работодателей на местах и никогда не будут им нужны, но они, тем не менее, всегда лежат про запас и в случае необходимости могут быть использованы. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...